В наиболее базовой форме кластер это два и более количество серверов, физических или виртуальных. Серверы, являющиеся членами кластера, называются узлами. Двухузловый кластер, например, можно было бы сконфигурировать с узлами, физическими или виртуальными, множество сетевых интерфейсных плат и каким-то решением общего хранилища, наподобие iSCSI, SAN или напрямую присоединенных дисков. Цель кластеризации заключается в том, чтобы разрешить определенной группе узлов работать вместе, пользуясь общей мощностью высокодоступных ресурсов. Это обеспечит вашим конечным пользователям высокую готовность в отношении рабочих нагрузок, которые им нужны. Кластеризация представляет следующее преимущество. Возможность сохранения работоспособности в случае отказа или отключения узла. Возможность перезапуска виртуальной машины или сохранения работоспособности при отказе какой-то виртуальной машины. Нулевое время простое для любых исправлений или обслуживания узлов кластера. Возможность переноса и рассредочения нагрузки серверов, такого как гостевые виртуальные машины. Кластер может состоять далеко из большего количества хост-серверов. Можно расширить вплоть до 64 узлов и можно распределить эти узлы на разных географических местоположениях. Требования к кластеризации. По поводу требований к кластеризации можно почитать по данной ссылке. Сейчас перейдем, пару секунд глянем на данную ссылку. Вот собственно требования к кластеризации. Здесь можно почитать проверку оборудования для отказоустойчивого кластера. Здесь по 2012 серверу, но для 2016, я думаю, такого документа еще нет. Вот здесь можно прочитать все, что касается требований к созданию отказоустойчивого кластера. это по требованию к сети, по требованию к хранилищам и так далее. Довольно обширный документ. Также еще вот некоторая информация по требованиям. серверы должны быть одинаковые или похожие, иметь одинаковую или похожую конфигурацию. сеть следует, что касается сети, то следует применять несколько сетевых интерфейсных плат. Кроме того, если кластеры используют айсказы, нужно разделять трафик сети и трафик нормальных коммуникаций. Дальше. Хранилище. Если в кластере задействовано хранилище Serial Attached SCSI или Fiber Channel, то все элементы должны быть идентичны, включая драйверы HBA и прошитое ПО Firmware. Общее хранилище должно представлять собой обязательное требование. Можно использовать общее хранилище, являющееся локальным через SAS или SAS на сервере, наряду с общими файловыми ресурсами SMB для всех потребностей кластера. Пространство хранения. Если планируете применять Serial Attached SCSI, то Windows Server 2016 и Windows сервер 2012 R2 2012 поддерживается в пространствах хранения или на английском Storage Spaces. Пространство хранения. Такие требования. Необходимо иметь минимум 3 физических дисковых устройства SAS. Устройства должны обладать емкостью минимум 4 ГБ. Устройства не могут быть загрузочными дисками. Они должны быть выделены в качестве пула хранения. При конфигурировании пространства хранения кластеры поддерживают только простые или зеркальные типы. Кластеризация это сочетание программного обеспечения и оборудования и она может охватывать физические серверы и виртуальные машины. Windows сервер имеет встроенные компоненты и инструменты для развертывания кластеров, включая удобный мастер предварительных условий, который позволяет проверить, что для успешной настройки кластера присутствуют ли все компоненты и конфигурации. В Windows сервере можно увеличить масштабируемость кластера в рамках компонента Hyper-V Failover Clustering или кластеризация с обходом отказа Hyper-V. Также появляется концепция постоянной доступности. Она включает объединение сетевых интерфейсных плат, поддержку обновления с учетом кластера или по-английски Cluster Aware Updating и масштабируемые файловые серверы по-английски Scale Out File Server или SOFS. Постоянная доступность это постоянный мониторинг с вариантами его проведения вверх и вниз внутри целевого стека кластера. Обновление с учетом кластера или Cluster Aware Updating это служба, поддерживаемая заново с конфигурированными службами обновления Windows Server Update Service. Данный компонент переместит рабочую нагрузку или виртуальную машину в другой узел кластера, обработает обновление при необходимости инициируя перезагрузку, после чего возвратит рабочую нагрузку обратно и продолжит со следующим узлом кластера. Использование виртуальных дисков Hyper-V как открытого хранилища это, вероятно, одна из лучших особенностей Windows Server. Здесь используется в качестве открытого хранилища для гостевой кластеризации, что значительно расширяет масштабируемость и доступность внутри виртуальной инфраструктуры, а также позволяет строить масштабируемые файловые серверы. Наиболее важно то, что появляется возможность применения файлов VHDX для кластеризации без SAN. То есть мы можем использовать файлы VHDX виртуальные диски для кластеризации, не применяя Storage Area Network или SAN. Общая тома кластера или Cluster Shared Volume являются компонентом кластеризации с обходом отказа и впервые были введены в Windows Server 2008. Тома CSV проектировались специально для виртуализации. Их базовое применение было связано с упрощением хранилища для виртуальных машин. Если не использовать том CSV с сервером Hyper-V, то доступ к вашему диску возможен только со стороны одного узла в каждый момент времени. Конфигурирование тома CSV позволяет применять обычный диск, упрощает задачи управления хранилищем для Hyper-V и допускает существование множества файлов VHD. Вы также можете минимизировать время простоя и утери подключения с помощью обнаружения отказа и восстановления посредством дополнительных путей подключения между узлами в кластере через SAN. Проектное решение тома CSV упрощает хранилище, так что несколько виртуальных машин могут получать доступ к одному и тому же диску одновременно, что очевидно не требует большого количества дисковых устройств. Вместе с этим есть возможность делать живой перенос виртуальной машины. Общие тома создают множество подключений между узлами кластера и общим диском. Таким образом, если подключение утрачивается, перенос может быть продолжен через другое подключение. В Windows Server тома CSV позволяют нескольким узлам иметь доступ по чтению записи к тому же самому диску. И вы получаете преимущество в виде возможности быстрого перемещения любого тома из одного узла внутри кластера в другой узел внутри этого же кластера. В Windows Server 2016 есть автоматическая ребалансировка назначения узлов для дисков. И все тома CSV балансируются между всеми узлами. Также Windows Server 2016 располагает командлетом для PowerShell под названием GetClusterSharedVolumeState Добавлена также следующая поддержка Добавлена поддержка следующих средств Отказоустойчивая файловая система Или Resilient File System ReFS Дедупликация данных И равнонаправленное пространство хранения И многоуровневое пространство хранения Что касается кластеров виртуальных машин То вот такие есть опции Которые перечислены ниже Общий виртуальный диск Одним из новых средств является общий виртуальный жесткий диск Virtual Hard Drive или VHD Собственно может быть один виртуальный жесткий диск Для гостевых кластеров Который предоставляет среде Hyper-V Возможность использования файла .vhdx В качестве решения общего хранилища Очистка виртуальной машины при ее завершении Позволяет хосту Hyper-V запускать очистку конкретного узла И переносить все виртуальные машины на новый хост Это также происходит если виртуальная машина завершается во время бездействия Мониторинг работоспособности сети виртуальных машин Позволяет выполнять живой перенос виртуальных машин Если в виртуальной сети произошло отключение Также есть средства Такие как Которые помогают управлять Работоспособностью узлов Это вот панель кластера И определение работоспособности узлов Которая была помещена В эту управляющую панель Вот это вот панель кластера И определение работоспособности узлов И живые переносы Для проведения живого переноса Не обязательно чтобы файлы находились в сан Живые переносы можно делать из виртуальных машин Которые расположены на локальных дисках Присоединенных к серверу Понятие кворума Кворум это настройка в обходе отказа Определяющая количество отказов Которые кластер Может иметь или удерживать Количество отказов Сохраняя доступность То есть Сколько отказов Может произойти И при этом Кластер будет сохранять доступность Своих служб В онлайвном режиме Как только порог Кворума превышен То есть Отказов больше Чем Кворум Рассчитан Кластер переходит В отключенный режим Решения кворума Принимаются посредством голосов Каждый узел в кластере Имеет один голос А в своем А в самом кластере Может быть Конфигурирован Свидетель Свидетелем Может быть Общий Файловый ресурс Или диск Согласно Рекомендациям Microsoft Нужно конфигурировать Кластер С нечетным Количеством Членов Нечетное число Узлов Позволит иметь Четное количество Голосов Кворума А дополняющий До нечетного числа Ресурс Может быть Свидетелем Для вывода Узла из работы Добавление Такого Дополнительного Узла Гарантирует Что если половина Кластера выйдет из строя То свидетель Сохранит его В работоспособном Состоянии Наличие Високодоступной Виртуальной Инфраструктуры Является Важным Фактором Успешности Вашего Плана High Availability Или Высокодоступное Хранилище В этом слайде Приведен список Опций Высокодоступного Хранилища Оборудование Наиболее важным Является Оборудование Для хранения Будь то САН Айскази Или Джейбот Что расшифровывается Как Просто Группа Дисков Что Не является В данном случае Опцией Для Высокодоступного Хранилища Электропитание Необходимо наличие Стабильного Электропитания Избыточных Источников Питания Диски Хранилище High Availability Или Высокодоступное Хранилище Должно быть В состоянии Выдерживать Дисковые Отказы Продолжая Удовлетворять Вашим потребностям Оборудование Сети Хранения Данных Также Должно быть Предусмотрены Отказы Отдельных Компонентов Или Узлов Сети Хранения Данных Таких Как HBA Или Сетевые Адаптеры Пространство Хранения Это Новое Средство Виртуализации Хранилища Которое Появилось Windows Server 2012 И позволяет Использовать Присоединенные Диски USB Fiber Channel IceCase SAS SATA Для создания Виртуального Диска Который Может охватить Все упомянутые Диски И В данной Технологии Предусмотрена Защита Которая Называется Применяется Зеркальное Отображение Или Контроль Почетности Которая Позволяет Справиться С дисковым Сбоем Многопутевой Ввод Вывод Multipath Input Output Или МПИО Это Средство Windows Которое Позволяет Сделать Хранилище Fiber Channel Или IceCase Доступным Через Множество Путей И По очереди Для Клиентов Вроде Hyper-V Чтобы обеспечить При доступе Высокую Готовую И Вдруг Какой-то Переходят В Отключенный Режим То МПИО Обрабатывает Сетевое Объединение И Отказоустойчивость Если Вы Ищите Способ Подключения Хостов Hyper-V К хранилищу То рекомендуется Настраивать Хост серверы С несколькими Сетевыми Интерфейсными Платами И Путями Пространство Хранения Или Storage Спейсис Это Считается Одной Из Самых Удобных Появилась В Windows Server 2012 2012 R2 И Главное Ее преимущество В том, что Она предоставляет Возможность управления Группой дисков Как Единым Виртуальным Дисковым Устройством Тип виртуального Диска Предписывает То, каким образом Данные Записываются На физические Диски Есть В настоящее время Есть Три типа Виртуальных Дисков Дисков Простой Зеркальным Отображением С контролем Подчетности Простой Это Простой Набор С чередованием Без контроля Четности Он Наиболее Приближен К Рейд 0 Зеркальным Отображением Это Конфигурация Рейд 1 Которая Увеличивает Надежно За счет Применения Двух Дисков И позволяет Одному Диску Отказывать Не приводя К прерыванию Доступа С контролем Подчетности Похоже на Конфигурацию Рейд 5 Это Набор С чередованием Данных Разнесенный По дискам И с Распределенным Контролем Подчетности С пространствами Хранения Связаны Три базовых Компонента Это Физические Диски Перечислены Требования К ним Минимум 1 физический Диск 2 физические Диски Для создания Отказоустойчивого Виртуального Диска Три Для обеспечения Отказоустойчивого Зеркального Отображения С контролем Почетности 5 физических Дисков Для обеспечения Трехстороннего Зеркального Отображения Все Жесткие Диски Должны быть Пустыми Неформатированными Поддерживаются Типы дисков Такие как iSCSI, SATA, SAS, CASE и USB Пул хранения Состоит из одного Или более Физических Дисков Которые Используются Для создания Виртуального Диска Неформатированный Пустой Диск Может быть Добавлен В полхранения В любое Время Виртуальные Диски С точки зрения Приложения Или Пользователи Виртуальные Диски Преимущества Виртуальных Дисков В намного Большей Гибкости Диски И не обладают Отказоустойчивостью Физических Дисков Со встроенным Зеркальным Отображением На этом Пожалуй С теорией Все Диски 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 Диски